Я уже начинаю. Сначала начну, чтобы все не запечатлелось, да? Нет, продолжай. Отлично. Отлично вообще. Итак, как я уже сказала, для каркаса свеклеров, они были не такие же большие, не такие же грандиозные, как могли быть у меня в общей косплее. Это проволока обычная, необычная, твердая проволока В16, которую я свернула просто вдвое, чтобы она была еще помощнее, подвержена. И сделала такой, как раз, такой накрылик. Зачем вот эта штука? Очень интересно, у меня платье, корсет, рюкзачное крепление туда не подойдет. Значит, что мы должны ставить это в корсет, сзади, и затянуть это все сзади, чтобы она держалась. но, однако, мне не всегда она держится. У меня нет, кажется, что делать? Для девушки я объясняю, чтобы не было всяких лямок, ремни, вот здесь на плечах. К спине пришью. Покупаете обычные бесцветные бутылки, вот, и дальше как раз приделаете вот здесь, вот, бутылочки бесцветные. либо бретельки полностью вокруг плеча, от начала до конца, и держит запах крыльев, либо один конец бреталек на крыльях, а другой уже где-то на корсете, они абсолютно не заметны. Это для небольших крыльев. Для больших вообще используются металлопластиковые трубы, которые спокойно гнутся и держат форму при этом. Сейчас я покажу, как они тогда крепятся сзади на спине. Совершенно не таким способом, конечно же, нет, они будут у вас торчиться с под костюма, некрасиво пирать. Вот. Ну, тут уже, вот, изначальное крепление. Это были мои крылья на Принцессу Селестию. Когда на вооружском фестивале я в них ходила, с ними очень сильно намучилась, потому что было неправильно, все-таки, сделать вот то, что я делаю из проволоки для таких больших крыльев. А размер у них вот. Стойка на штатив, что ли, да, Сань? Стойка. 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 Для меня я заслала. Ну, дело в том, что все время они падали вниз, не держали форму, а они вот так вот раз и упали. Как это вы сбежали? Во-первых, мы решили потом, что все-таки сделаем у меня нормальные крепления, как обычно, делают нормальные гасплееры, рюкзачные, ну, вот, ремень вокруг, вокруг, туловища, воду под грузи, да. Вот ремень. и все это на пластинку ПВХ. И все это на пластинку ПВХ. сшивал. Завинтил. Здесь, опять же, ремень такой. Все это он сшивал попровненными нитями, которые используются в решите парашюта, как он написан. Но они не такие уж и дорогие оказались, вполне доступны для покупки. Вот. Вообще, сейчас себестоимость крыльев очень мала. И тот, кто делает крылья на каркас, я считаю, что они очень легко зарабатывают. Единственное геморо, это то, что очень долго наклеивать пели, но об этом похоже. Значит, сейчас на каркасе. вот так вот. Это ведь снизу, да? Да, это нижняя часть. Все-таки пластинка одна. Она должна была придерживать... Значит, вот крылья, и это все сзади меня находится. Почему они падали? Даже не столько, потому что падали здесь, они вот так вот дали и раздвигались. Вот. Вот они у меня сзади находятся. Они вперед, и просто подвесом раздвигаются. Падают. Ну, сделали мы этот каркас. Крепление. Мы все равно понимаем, что они все равно будут падать. Здесь уже, как мы могли догадаться, просто леска, которая держит эти два крыла, которая уже была приделана на самом фотоцепте. за... буквально минуту-две. За... за... буквально минуту-две. не то. Нашла? Вау, реклама! Вау, реклама! Вау, реклама! Это уже совсем не то, там не было именно такого крепления, которое потом было на фотоцепте. Мы держались, и мы довольно неплохо. вау, 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 строительных магазинах, вау, 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 изолон, подходитесь к продавцам, под... консультанту, просишь, а у вас есть изолон? Или что это? Нет! Ну, просто утеплитель, для пола, под ламинатором стелится. Подложка? Подлога под паркет, подложка под паркет. подложка под паркет еще, да, называю. Он разного, есть толщины. вот у меня сейчас 5-миллиметровый есть 3-миллиметровый потоньше и у девушек из как бренды и чем который поступает с ионами вообще метров и тонкие толки было и на крыльях смотрелись очень воздушно это классно красиво смотрелась а я пытаюсь сделать более реалистичность здесь для каркаса 5 миллиметрового дочь и пас способ на самом деле залог термо клея очень хорошо потому что все костейры говорят он разъедает полностью делает дырки в азолоне да и невозможно клеить крылья пели там все и никак поэтому и нужно 5-миллиметровый он не успевает раз есть быстро вот 5 миллиметров плюс 5 миллиметров целый сантиметр клей-клеевой пистолет он маленький там совсем немножко выдавливается клея просто чуть-чуть вот так вот одну полосу сделали быстро прижали действительно убедились что это схватилось по текстуре ну не сильно так различается они почти единым целом стали тогда когда я пыталась уже какие-то пили которые я неправильно приклеил куда-то пытаясь вот оторвать не отрывается в общем отрывается вместе с залом в итоге то есть они как единый целом вот такая форма нам нужна вы сразу делаете этот каркас по этой форме ну дальше все просто надо будет просто вырезать из изолона форму для второй части такой каркас на которую же будем наклеивать перья даже если у вас перья хотите тонкие перья воздушные пропас у вас 5 миллиметров и я не думаю что вы прям быстро может разъесть от капель термоклея вот есть один единственный такой минус у этого клея он дает вес поэтому меня и падали на крылья на селестию мини были воздушными поэтому все время падают чем можно другим например термоклеей конечно же есть такой большой плюс у него есть это быстро это ты не сшиваешь там каждое перо видно по типу выкройки поступ на несколько на несколько сантиметров делается и просто вырезаете по форме колокола все-таки на столе и кучка это было написать кто хочет поработать с заломами термоклеем что это что это не выдержит а вот никто не хочет и не знаю что вы это же хорошо а вот теперь оказался не в пешке это всегда это всегда это всегда а вот сейчас хвозер здесь положил кучу что это он не ключ его это должен быть ух 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 Сейчас пока клей надевается, расскажу на счет того, что я заикнулась тут, а реалистично скрыть. Моховые перья у птиц. Кто-нибудь видел, что не у многих птиц моховые перья вот так вот подкинаются, как-то летают. И все-таки моховые перья, они должны поднимать вверх. Одни у них твердые в волне. Стержень у них есть. Они не загибаются, не летают. Это неплохо. Поэтому 5 миллиметров. Идешь, но он не сильно поднимается. Толстый заломок для этого планета. То же самое и форма крыльев. Я тогда делала крылья на Rainbow Dash, которые вот там вот и остались на люстре. Да, это вот были мои первые крылья. Мне кажется, что это получше, чем то, что я делала потом. Что я делала там? Надо сделать свои крылья, там надо их красиво сделать. Найду-ка я в интернете фото крыльев голубей. Фото крыльев лебедя. Оставилась на красивые фото крыльев лебедя, когда он вверх. Их полно, полно, полно в интернете. В общем, на примере крыльев лебедя вот это сделала. Опять же посмотрела, сколько... Я настолько сильно запарилась, что я смотрела, как располагаются перья. То есть, видите, вот... Вам объясните это. С какой стороны они друг друга перекрывают? Вот здесь, с одной стороны они перекрывали друг друга с правой налево, как бы вот от вас видно. Вот так. А с внешней смотрелось вообще наоборот. А, нет, нет, не наоборот. Наоборот смотрелось вот перьев, которые их совершенно не маховые. Маховые перья, они одни у крыльев, у птиц. Их не надо делать с двух сторон. Вот они у меня одни и все. С двух сторон тоже маховые делать не надо, они одни. Так. В общем, да, я все время сверяла с картинкой, правильно ли я их кладу. На какую сторону друг друга они перекрывают. И начинают клеить перья с маховых, а потом друг на друга они накладываются прямо вот в каркасы, в кости. Поднимаемся вверх, и перья становится все меньше и меньше по размеру. Ну, так. Ну, опять же, с внешней стороны, если посмотреть вот все, как на ход делать. Просто такие же, такого же размера вырезать, с такой, такой же там длины, как хотите там. А, да, на первых крыльях я даже измеряла их линейкой, каждая перышка, чтобы было там вот 14 см, 15 см и так далее. Вообще, чтобы одинаковые они были. И, честно, на следующем, когда я раньше делала, дедлайн это вообще не важно. Это вот наши звезды быстрее. К тому же не измеряешь. Совершенно. На глаз просто влебаешь. И, как можно заметить, вот не просто вот обвал так вырезал, или не просто вот обвал с кончиком острым. Опять же, типа, как перо. С одной стороны, побольше от стержня, там, ну, пух, опера. С другой стороны, короче. Ну, то есть мысленно тут проводится такой стержень в маковом пере и делается такую вот форму, как вот свою, на настоящих перьях. Чем я красила? Я только не красила. Все говорят, изолон очень сложно красить. Ну да, сложно. Ну, в общем, вот такая краска замечательная. Хобби акрил. Или другая там краска по ткани. Эмалевая краска для там строительных работ. Ну, спрей, из баланчика. Она грубее. Эмалевая краска по ткани положилась, честно говоря, по лицой. Вот сейчас у меня руки уже стали сильными, пока я их держала. Присаживайтесь. Йокки. Пользуясь кучаем, я хочу объявить победителя фото косплея первое место иди сюда. У тебя была работа, поэтому грамота сейчас, короче, сама тут. Очень было неожиданно и приятно, что из Липецка взяли первое место какого-то косплея. Вот, и Катя скажет огромное спасибо за её работа и тебе спасибо за косплей. В общем, у меня это было очень важно. Я думаю, вау! Оценили! Молодец! Спасибо. Поздравляю. В общем, кто хочет, можно попробовать вот так и положить за эту краску. А не раздела у тебя ничего? Да, ничего не раздела. У меня максимум не разделался на клей, когда я их очень радовала работать. Ситька, а ты сначала склеивала клей, потом красила? Да, конечно, сначала склеивала, потом красила. Осыпается? Да, она осыпается, но в отличие от обычного акрила, который может осыпаться кусками. Я вам потом покажу пример про изолона обычным акрилом. Но он правда может осыпаться кусками, как, знаете, вот стены красят, а они осыпаются вот так. Она осыпается постепенно, так и пульсоидовый год на руках устается. Но свой цвет, в принципе, она не теряет. То есть цвет остается голубым или красным каким-то покрасили. Правда, чем темнее краска, тем потом заметнее, что краски нет. Она осыпается и исчезает. Просто когда на выходе из крыля нужно надеть, прям за минуту, быстренько так этим акрилом прошелся, покрасить снова их. Вот, и они снова такого цвета более насыщенного. Как я и делала однажды на Янайоро, в берегу, на дефиле, и просто в брюнорке... Да, сейчас я не слышала истории о том, что пол покрашен в брюнорке, нет? Нет. В 2014 году. В 2014 году. А кого ты делала? В трамбоу дашь я покрасила в дефиле, и я решила покрасить быстренько то ли крылья, то ли тупы. Нет, я просто помню, Аргей. Кто развернялся краской на эту... Да, да, да. Вот это и не было. В последнем, где было, еще не знаю. Покрасила, а делаешь тело? Ну вот, в общем-то, она не такая грубая, краски не разъедают. Единственное, что на расстоянии подальше. Дорогая? Дорогая, нет? Сейчас 300 заполочек. Здорово, да. Да. А чем можно потратить? Еще можно... Вот я слышала, что можно этим... Так. То есть, как либо... Да, нарезайте переготовые, замачивайте их в чернилах, тушек, как-то так... Маркер можно. Разрезать стержень. Развести с лодкой. Да. Вот это я не пробовала. С лодкой я не пробовала. Прости. Я просто слышала, что маркеры... Я просто слышала, что маркеры... С маркером однажды. Я решила попробовать. Так, надо маркер попробовать. Я просто нарисовала. Думаю, ну, надо, наверное, что-то чуть подсох. Потом так привела рукой. У меня весь маркер остался на руке. Я думаю, нет, не пойдет. А со кого основной маркер? Да со спиртовой. Все равно. Дорогие, чтобы они не оставались. Ну, ладно. Ох, седала. Все, не спиртовали. Она, типа, вообще не впитывала свой вазон. Она должна работать, да? Она дешевая. Тоже пробовала, но мне почему-то не впитывалось. Не впитывалось? Нет, вообще какой-то цвет. Ну, и опять жертва долгая. И опять жертва долгая. Я думаю, пока замочится из-за лампы и так далее. А это просто так вот быстро прошелся и все. Когда ты это делаешь, это не помогает. Пшшшшш. Пшшш. Псшшш. И водки. Нет, водки, трубы. Нет, вообще и водки. Не напрасываю, и водки. Тем не менее, у меня очень долго греется тюна клей. Почему? Все точно страчно. Может, и ты с ней ходаешь? Нет, вообще-то он уже должен был. Да, просто очень долго. Он просто раскрывал наибольшие покраски и лучше отключи вот этот прайс, он с рамой не работает. Очень неловко, но вот это и факт. Да, это просто изолон на русалочку оригинал делала. Тут просто как пример того, как обычная акриложа ложится на изолон. Из баночки, да, потому что это не распылитель, а кисточкой. Просто из баночки, кисточкой. Опять же, долго для меня. Ну ладно, но все равно он того стоит, потому что это уже руки вообще не отрашивает. И цвет более насыщенный. Свет, да, более насыщенный, и тут вообще поламутра как раз туда использовалась. Вот. Джин, кстати, он делался на твоем. Я знаю, я знаю, что я вам скажу. Я, кстати, тоже пробовала. Так, ну лучше. То есть, опять же, из-за золона можно делать, наверное, новых вещей. Вот, как пример. В последнее время на дефиле замещают, на таких фестивалях костюмы делают из-за золона. Там, допустим, какой-нибудь мифическая птица Сириан. Перебросы вот, так, себя вот. Пришивают, приклеивают, что они там сами делают. У меня, опять же, все на таких клеях. Вот. Прям к ткани, вот, в золон. Ну, он еще кусками отваливается. Он у меня, вообще, кажется, не юзался. То есть, я его только дома сделала, пару раз проверила и все. Тут есть пример, как кусочками он отваливается. То есть, это вот, допустим, только вот это не было ничего. Вот. Какой-то воду с ней залазило? Нет, пока что. Ну, по идее, я как раз на этой неделе уже должна у меня в воду залезть. И... Можете посмотреть вообще? Так. Еще у меня есть такое правило, ну, и другим с ним советую. Когда вырезаете перья. Да, я вырезаю перья по одному вообще, по каждое перышко. Это не... В интервете, вы, может быть, видели, если кто-то интересовался, как делать крылья. Нет, я не помню. То есть, вот он глазами таскался, да? А перья там вырезают так, типа... Что объяснить? Сначала одну из двух, потом поменьше они делают. Ты имеешь в виду вот так рядами? Да, вот такими пластинками, но при этом и дальше... Меньше. То есть, пластинки. Да, пластинками друг на друга, но... Меня не устроило то, что там перья друг друга не перекрывают, как у настоящих птиц. Ну, не выглядит так рядистично. Похоже, не выглядит так рядистично. И еще одна просьба, если вы потом попытаетесь сделать крылья после этого мастер-класса. Видите, каркас я вырезала вот. Вот у меня полоски видны все. Когда вы режете перья, ну пожалуйста, очень прошу, не вырезайте их. Все, мы тебя поняли, мы тебя там. Не вырезайте их вот перпетиполярно полоскам вдоль. Только вдоль. Потому что когда перья вот эти вот волнистые получаются, только если что... Я тоже не могу понять, но для Ричнелла тоже как-то странно. Если там вот у кого-то бывают перья такие волнистые, то себе птицы за эту заветку не делают. Вот. Ну только разве что нам махануть иногда видно, что на больших крыльях махануть перья. Они... Они... И огромной ширины. Бывают вот такие. Но опять же вдоль этого рельефа. Без рельефа я и салон пока не видела. Это может быть его разгладить можно? Нет. Говорят, что можно его разгладить. Какая-то девочка у меня даже в комментариях где-то написала, что она разглаживала... С каким-то станком. Просто под прессом. Ну это камнем. Объявление давай. Расложил станок. Да. Ну я сколько не пыталась, я пыталась встретить. Все комнаты. Вот так держи шире и... А он сейчас его не сжигает? Да, через март. Да, через март. Надеюсь, все мои просьбы услышали, а то у меня сильно пригорает от того, что я вижу перья волнистые. Это ужасно на самом деле. Не сидел, не тушите. Кто посмотрел крылья, они изнутри вот заметили перья такие, они раскушенные. То есть я их еще... Нет, 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 я должна вырезать для вас перышко. Погодите. Так невозможно объяснять. Ну, в общем, вот так я и решку распели без всяких измерений, без... без нарисования, там, этих линий, по которым я должна вырезать. А вот они, размокраны в эту внутреннюю часть, где у них больше плохо вот к этой части у птиц. Чтобы успевать. Вы видели, наверное, у кого... Ну да, вот буквально вчера же видели выступление Иона, кто был на свой шоу. У девушки была шикарная буа белая наклеена вот на эту часть, потому что здесь мелкие перья. Вот. Буа для меня немножко друговато это покупать оказалось. И вообще это просто пух. Два разных материала. Опять же, брать с того, чтобы крылья смотрелись, мелкие-мелкие перышки по три или сантиметра там... По три сантиметра. И, опять же, на тельмаклейтер вдруг наклеиваются. Да, их разъедают иногда, но, опять же, главное, чтобы была видна внешняя часть. Да. Здесь у меня, кстати говоря, да, использовалась другая совершенно проволока. И... Просто самое твое, какое я нашла. Я еще никогда не знала о проволоке ГВ-16. Они у тебя очень прикольно прыгают, когда прыгают. Да, они очень прикольно прыгают, зато когда я двигаюсь. Да, я двигаюсь. Вообще оболон, летаю. Извиняюсь. А с этим, наверное, так не будет, да? Они вот с и... чуть-чуть покачиваться будут, да. Ну, вообще. Чуть-чуть сказать... Спасибо тебе. До свидания. Давайте вы мне задались какие-нибудь вопросы, тогда я буду отвечать. А ты не пробовала укрепить окраску каким-нибудь, может, лаком исполнить? Да, пробовала. Прямо на этих не получается. Но у меня был обычный фиксатив для художественных работ, который используется. Он используется для пастели в картинах. Ну, это бесполезно. А если лаком делал волос? Ха, сейчас! Тоже... Ничего не делал? Ничего не делал? Не тот материал. Ну, я сейчас помню про волос good-to-be такой... Желтой. Тоже ничего? Нет, ничего не делал. Ничего не делал. Ничего не делал. Хотя один раз я видела, как девочка себе макияж закрепляла этим лакоматом. Смотрите как глазами. Макияж или крем? Да. Что лицо? Да, оно правда закрепляет меня. Это ужасно, глаза лакоматом. Зато макияж держится. У вас нет макияжа, конечно. Я бы реально хотела вам показать, как он именно клеится, чтобы никто не боялся работать с ним. А вот просто про крюкление. Смотри, ты как-то делаешь, чтобы не было больно. Потому что, например, у меня есть, ну не крылья на рога, но там крюкление аналогичное. То есть там доска на спине и ремни. И когда ты в этом ходишь, ну, допустим, час, тебе потом больно, у тебя всё натирает, и вообще это аскеат. У вас с этим вообще не прав. Ничего сложится, да. А насчёт доски... Может, пора логом проклеить? Проклеить тонким? Просто чекаться облить. Дефиле была принцесса, и я делала огромные крылья своему партнёру по дефиле. Нужно было, чтобы они держались. Ну, конечно же, не проволока, там совсем другое было. Ну, и не металлопластиковая труба. Он взял... Господи, что же он взял? Я тоже забыла. Шланг. Не, не шланг. Просто металлические отдельно подаются стержни, которых можно гнуть. Но при этом, если согнуть их сильно, каждый ломается. Вот. Их надо было уже на какой-нибудь... Я тоже не знаю. На какой-нибудь... Каркас на каркас прикрепить. Мы брали просто уже деревянную доску и, опять же, привинчивали железными пластинками эту псевдопроволоку к доске. А когда с металлопластиковыми трубами делать, какое крепление идет? Я рассказывала в самом начале. Да, всё такое тоже. Да, то же, что я рассказывала с процессами вести, оно подходит для металлопластиковых труб. Ну, как я считаю. И оно полностью может держаться. На духа. Чтобы знать, какую трубу взять. Но без этой штуки, опять же. Вот. Как канализация? Нахераешь? Твердая? А чтоб не было больно, лучше как-то болеть в горолон. И задом прокрепить? Или просто ткань мягкую, чтобы спина не терла. Просто у меня такого пока не встречалось, честно. А есть какой-нибудь аналог вот этого материала на плоскость? У меня демонические крылья нужны. Ну, ни хрень, ни перья. Ева. И она Ева. По-моему, вполне подойдет. Но она дорогая. Вот она дороже фазолон. А допустим, фазолон на его цене. Ева, обожаю. Правда. 10 метров купить. 10 метров фазолона за 200 рублей. Держишь, потому что ты днем спишь. Я тоже его любил. 10 метров фазолона за 200 рублей. Я такая счастливая шла из строительного магазина. И проволока, которая... Сейчас скажу. Нет, там 10 метров стоило уже 500 рублей проволоки. Нет, их себестоимость вообще очень дешевая. Да, пластиковый друг дешевый стоек. Лиса, скажи, а сколько примерно уходит в метражок, например, в такие маленькие крылья? Сколько уходит? На такие? Примерно такие же лисы от нас есть. Три метра изолона и проволоки. Ну, сюда проволоки, например, везет метра... Ну, тоже три, желательно, с запаса. А вот этот изолон, который уже форма крыла, вы тоже на термоклей прикрепляете? Да, на термоклей, я должна сейчас была его тоже на термоклей прикрепить. Ну, все плохо. Ну, да, некоторые, кстати говоря, все это делают нитками с уголкой. Большая игла, нить, все это вышивают. Ты из-за такого способа не подготовила вовремя. Все, иди! Иди! Неправда подготовила. Он же потек. Он уже потек. Не выдержал. Давай, сидите. Больше времени, пожалуйста. Так. Вы прикрепляете внутреннюю часть. То есть внутреннюю часть. А, да, насчет внутренней и внешней части. Вот он у нас должен закинаться на проволоке. Вот так. Поэтому я и иду.